просто-напросто вот они пики баны ну собственно комментировать для вас начинает данный матч оставшийся люмесит в общем ладно друзья еще раз выскажу свое мнение о пике мне больше нравится команды и mortals данной ситуацию все-таки тут есть сальница против ember spirit а ну и как-никак будет интересно посмотреть каким же образом ребята из и mortals будут расставлять этих героев по линиям я так понимаю зевс mp отправиться на мид района фэс на своде пойдет в легкую дубу на соли царя это собрать 5 позиции в луна без мастера это герой сложную линию ну и фэби на варке в принципе тоже смотрится весьма неплохо четвертая позиция да собственно почему же мне больше нравится этот пик еще раз пытаюсь вам какие-то образы обосновать герои довольно-таки метр опять же команды под названием just a squad герой ну слишком я бы сказал жадные то есть тут спектра плюс ember этого это наверно слишком много вот но будем надеяться на то что уже в ближайшее время все станет чуточку получше чувствую искру вдохновения образом я не понимаю что за странные вещи творятся в лобби да наконец-таки я управляю своей камерой и теперь можем еще немного соответственно с вами ребят посмотреть джакира управлять на топовую линию вместе с пангольером из команды just a squad напомню что коллектив иммортал с эта команда в которой четыре точнее три корейца плюс один игрок из вообще астралии в эллу и один американец это роя то бишь как раз таки core команды иммортал с играли они уже сегодня с феста с войдом и из вас свода выиграть к сожалению не получилось собственно комплексите оказались на тот момент сильнее но мы далее смотрели матч комплексите против команды под названием байду и байду напомню что это как раз таки команда которая с пятью китайскими игроками играет в регионе северной америки потому что базируется именно там а но вот тут не оказался сильнее колов так и mortals должны сейчас на самом деле показывать нам весьма неплохую игру давайте посмотрим что по сетке у этих ребят и mortals счет в их противостояниях пока кстати 03 если я ничего не напутал нет 02 сыграли они две игры комплекс они проиграли вич и геймиджерами шторм тоже проиграли но на вич и геймиджерами шторм это явные фавориты все же команда же комплексити это коллектив против которого можно хоть каким-то образом отыгрывать и у и mortals не получилось это там чтобы на самом деле довольно таки близко к победе но и и вел джинниус с вел джинниус с предстоит играть я думаю следующую свою игру вот и ребята из команды и mortals на мой взгляд опять же бы послабее этого коллектива но другой страны это только лишь такое вот интуитивно скажем так самочувствие ну посмотрим посмотрим что из этого выйдет в принципе конечно и вел джинниус с они на голову сильнее смотрятся по составу но с другой стороны и mortals они на то и mortals что бывший состав mvp феникс mvp феникс не то чтобы очень стабильные но все же могут выиграть даже своих фаворитов если прямо сильно запотеют тогда это было так но сейчас квалификациях абсолютно ничего не клеится будем надеяться на первую победу для этого коллектива с одной стороны с другой стороны команды just squad уже сыграла довольно таки немалое количество игр и у них счет 1 3 выиграли они только лишь коллектив левиафан который только что одержал кстати говоря победу нот над командой пойду над китайцами но и вот такие вот интересные у нас получается если команды и mortals выигрывает то у них остается хоть какой-то шанс для того чтобы попасть ну хотя бы в четверку лучших а если нет шансов там уже остается очень очень мало скей маг помогал самую малость на виду линии я так понимаю чипс и решил становится не брали крипов для того чтобы быстрее отправиться на базу для того чтобы опять же не тратить какие-то все время на то чтобы отправиться туда пешочком все же ему спит довольно таки мало и действительно сейчас получалось так даже наверное чутка программа спектра внизу пока страдает есть там некоторые неприятные факторы очень неприятный парень на в арке которые весьма серьезно харассит ну и конечно же сейчас еще и мастер сюда стягивается датс помогать фэби получает аркин болт очередной 18 хп у него остается приходится ангар шотом просто отсюда уходить есть еще 10 стиков ну и пора улетать прям таки себе на базу по-хорошему ли порт но он для портман не хватает бежит бежит в рк и есть еще один линран поэтому добежит довольно таки быстро и в принципе ничего не теряет что ж ждем продолжение телепорт используется на мид от в арке и вы пытаться фэби уже помогать на медл линии кстати что на миде все же зевс пока обгоняет по крипстату своего оппонента своего визави на три крипа у него имеется больше неплохо было бы также еще попытаться донять на ренджевика у бета выходит и и пока действительно смотрится получше чем без перед на этой линии вообще без труда неприятно стоять против зевса вначале но потом эмбер довольно таки выгодно смотрится после против зевса уже в мидгейме и в лейтгейме увидел руну стоит сутки вард у команды джаста сквад внизу но здесь пошел вниз и не прогадал вполне возможно была какая-то информация от персонажа выбежавшийся выбежавшего в ту сторону но по-моему такой информации не было просто повезло табл дамаж имеется на данный момент у май фене и май фене это просто не подпускает пока что эмбер к своей линии не подпускает крипам будет пытаться дунает по максимуму и сейчас конечно же скетч просто на самом деле будет зажат у себя на хг и ничего не сможет сделать в такой ситуации что происходит наверху тут рио пытается образом сконтрить от оппонента нас в этой ситуации не повезло а в это время первая кровь продевается внизу забирает sky мага фэбби так понимаю все таки был там павершот и получилось сделать это убийство но вот и mortals пока прям доминирует своими оппонентами 3000 преимущества по золоту над ними имеется линии видят намного сильнее но и опять же команда джесса склад брала слишком жадный пик что тот же самый спектре для того чтобы быть полезной требуется некоторый артефакт там либо рейдерс либо какой-нибудь саши яша далее барабаны посмотрим что еще она выберет пока делает ботинок пока сделать аквилу и после этого уже вполне может делать рейденса если все так оно сейчас но одно могу сказать точно то что зевс на медл-линии все же своего оппонента просто три первых крипстата за командой иммортал с причем отставания том чуть ли не на 10 крипов у каждого героя и за счет этого конечно преимущества за данного коллективом зевс просто не быть ничего стоит по таварам когда первых бакалер попытаться пробить обидела телепорт отсюда и пакалер не может ничем сбить демошу него тоже не хватает своих бакал маны почему-то не хватило но был же мангус почему ты не прожал манга и не использовал свой факт от третьего уровня галер на самом деле реально довольно таки странный момент очередной разбирает skyman внизу и будут собирать размер вела у размер понятное дело в пользу команды жестовый склад хотя вот сейчас уже точно не в их пользу потому что умирая спектра пангольер на миде учат брака 100 зерса и конечно получает 6 левел тем не менее все же сам не отбрасывает коньки ну и наверху также пангольер пытается хоть каким-то образом уйти от роя ну пангольер вообще очень конечно неприятно на этой линии стоять на всяком случае да ты и поскольку сильно пробитый у тебя не имеется легена у оао у войды уже имеется купол и было бы неплохо его с чем-то закомбинировать вообще есть вариант вообще зевс сюда перекинуться и для роя это может быть все довольно таки хорошей помощью так ждем продолжения пока народ немножечко плеснули напалма все же есть жакира liquid fire и ждем продолжения на нижней линии потому что на нижней линии действительно такими это могут еще и попытаться забрать одного из персонажей дуба кстати говоря 4 левел очень все неплохо у этого собрата 5 позиции было уже бегать 6 можно накричать можно наорать на спектру пока все на этой линии происходит буквально по табраму рейден поэтому все же только заходить каким-то образом пытался спектру от некоторая проблема но есть в это время поваршот от фэби есть так и еще ультимейт от зевса хватает даже того чтобы спектру забрать а где настолько хп потеряла лучше вопрос в этом саленцер сжег просто-напросто еще и накинул last word после чего растаял на месте и просто-напросто умирала получал очень немало дэмэджа от паров бест мастер убили двоих пока просто вытирание команды из пяти мужчин и дубу пытается пока убежать ситуация и спасли . от эмбер спирита с фестов прям таки залетает и делал этот убийство центральную башню сил света атакуют виду линии просто остался всем своей фарме это очень большая проблема переключившись на нетворс мы видим что 3700 имеется у зевса и увой до 3500 убийств мастера и 3000 в эрке четвертой позиции в позиции обгоняется эмбер спирита то бишь лидер команды джаста скотт очень плохо все успех 3 вообще 2000 и тут войт если сравнивать на первую позицию первую позицию обгоняется его оппонента на 2000 по золоту но это примут очень и очень много команда джаста скотт действительно проиграла стадии ленинга за счет того что на линиях у них герой не самый лучший а ведь о чем выигрывать когда у тебя герои не совсем те очень вопрос датс камбэкать после тэфа хиграунда ну нет это тоже не вариант в данной ситуации потому что есть войт и зайти проблем возникать не должно команда иммортал да его тем более очень хорошо смотрится против эмбера почему войта пикнули ребята из команды иммортал именно потому что эмбер сплетит не может да так вот еще раз потому что эмбер сплетит не может у пангольера в этот момент было просто приходится ул его разрубает сейчас будут пары но здесь же вся команда джаста сквад и пытается подспить без мастера есть также телепорта джакир от пятером стягиваются на одного лишь только места а в это время спокойно фармит войт спокойно фармит войт продолжает фармить нести линию mp так что невелика потеря да конечно золото немало 100 получает 215 разделить на 5 потому что ассисты раздали абсолютно всех на насколько я понимаю нет кроме джакира разрушена вот и в итоге получается неплохо с позовутся сейчас наверно где-то 800 колды или даже может быть 1000 отыграли джесса сквад но проблема то в том что очень быстро размещают себе иммортал забирают на верхней линии бангольера будут также пытаться ломать еще тиранин табром периодом очень опасный идет эмбер спирит эмбер конечно же все же уже практически без маны ну и проблем то в том что закончится щилд очень скоро и без гвардия флейм гуарда вообще никаким образом драться эмбер не сможет джекер продолжает пробивать пока рвут ребята из имморта своих оппонентов как за грелку так ну что ж пела отвечал на спектру и сразу по маршрут и все сектор основа выходит туда куда не надо с другой стороны а что же еще делать все же не представляет она нет у нее информации о том что без мастер просто-напросто вот настолько быстро может лететь и поломать довольно таки опять же сильный ей лицо ну и вардов на самом деле не хватает то есть один упал стоит в арске и здесь через который ты проходишь если двигаешься вот так но если ты идешь от отсюда и пытаешься под те два тавра забирать кого-нибудь все ты молодец ты бестмастер и никакого контри этого у just a squad не имеется кстати интересно стало вдруг какой ммр у ребят играются сверху 49 12 36 но очень неплохой ммр непонятно тогда почему же абсолютно бездумно отдаются эти парни да тут дело даже не в том что отдаются бездумно эти парни просто и mortals реально отыгрывают клёво и mortals давили сначала по двум линиям теперь перемещаются еще наверх здесь довольно таки часто наверху сейчас мелко мелькал и пытается сместить сюда спектру как решение ребята из команды just a squad вот дубу с этим не совсем согласен и в принципе дубу самый слабый персонаж в команде immortals может даже попытаться сейчас на себя забайтить под тавр ибо не спрепорт у зевса есть телепорту тот же самый пыр кей что будет сейчас сюда всем потихонечку стянуться стягивается уже потихонечку рио у рио есть купол и можно попытаться внести максимум дэмэджа по эмбер спириту эмбер от 8 уровня у эмбер большие проблемы на самом деле вот сейчас можно поставить буквально купол по двоим рио есть купол скруч макдак просто моментально умирает под момом очень мало урона наносит рио и а есть хорошо так же от мэйби отлично для команды и mortals все пор даже не потратил зевс своего ультимейта но не получил ассисты с другой стороны сейчас пойдут просто-напросто и сломать эрдентавр ребята из и mortals опять же можно будет просветить и понять где находится оппонент джакира тут рискует сломали сантливард прекрасно знали может там что-то ты вардели вардели их варс разбирается еще и со скаймагом знаете вот на самом деле не знаю как эту игру комментировать просто потому что ну что будет от того что я буду говорить что вот иммортал разваривают иммортал слота просто склад ошибаются и т.д. и т.п. пока просто не ясно мне вообще как раз с код собирается камбочить в этой игре это групповая стадия тб 1001 поэтому такое ощущение что будут пытаться затягивать до конца до момент как не будут там всех пятером без байбеков уже рядом с троном но это конечно смотри сейчас не особо интересно шансов команды джаса скотт осталось очень мало и в принципе был бы у меня сейчас график из дота плюса наверно показывал бы процентов 5 даже меньше так проблемы проблемы могут быть сейчас у команды джаса скотт осталось очень неплохо просу сделать или порт на дабы хватило водкой мага с ультимейта мистик флэр зарядили неплохой м пилов кп и сейчас можно неплохо так на видеть избрать двоих ребята из джаса сквад и это минус 1000 голды для команды и морду ждем продолжение макда все же решил сделать рейтинг неправильное решение в этой ситуации его просто не успеешь делать к тому моменту вообще непонятно на самом деле зачем здесь рейтинг да есть войт чтобы будет меньше башил с одной стороны опять же пытаться фармить но во первых здесь тонких персонажей у команды под названием immortals не то чтобы много сайленсер конечно довольно тонкий до него 6 из брони и сейчас опять же ну не сам не сам и его пробить тоже не настолько легко так врубается банк галер на фэбе фэбе и получать петро дагер ну здесь живи же mp неплохо забайтили ребята из команды immortals появляется наконец-то и показывается и может носить живой mp закрыл в хроносфере рио что ж ты делаешь панг галер в этой же хроносфере просто катится не может рио его бить это провал файты убирает уже двоих ребята из команды джаз и сквот ну тут immortal с просто сами залили было здесь было здесь вел накричал номер 3 тендер спирта забирают также очень сильно заряден джакир отправляется в таверну погоня за бонгольер бонгольер пытается нас уж бакли ну и спасается только лишь к ощущению что скай мак на телепорте честно не разглядел чтобы с герой но как благая что 10 на пупо да это был низкой мак это было спектра очень много тэшка переключала но в принципе это ее в данной ситуации не спасло не спасло ее команду как минимум ребята из имморталс продолжает лидировать правда преимущество упал до 8000 тем не менее рио сейчас пойдет просто сломать чуть ли не в соло а теперь два товара очень скоро появится у вас свой да еще блоким барр это дополнительная плотность это опять же ну по сути кб против эмбер спирита против джакира и против sky мага то есть здесь тебе никаким образом уже не помешать поставить на сферу и трансфер будет работать как часы спектру цепляется пытается уйти на спектрал дагере но выходит у этого парня слишком много фарма слишком много сейчас займется берста у mp и с этим ничего не поделаешь то есть потраты рассыпается буквально за три болта ровно так же как и любой другой персонаж импер спирит чинами просто ловить рою ну и арио пока пытается дофаргивать лес и будет пытаться собирать также ищет джакину так шейкал слышал в эрка связала sky мага на связал ненадолго наверху также пока промышляет делами вело должен был увидеть пангалера который идет к нему спину но пангалер не идет далее также sky мага спалил нижнюю башню сил стал птицу сейчас зафармит эмир спирит плюс 300 голды собирается потихонечку иммортал на нижней линии такое ощущение что будут пушить ирдва товар центральную башню сил тьмы атакуют верхнюю башню сил тьмы атакуют телепорт от бестмастера на топ пытается там подпушивать just a squad если будет еще один телепорт на террин товар то действительно можно будет очень-очень легко запить тоже самое спектру утра находится пока под товаром на самом деле наглез ребята и здравствуй подтягивается сюда еще и в эрка накричали на скрошу макдака спектра просто должна убирать здесь даже за непонятно зачем купол поставил потому что и так так спектра бы никаким образом не выживала тем не менее есть мистик флэйр от очевидца но через сам почему быстро отличает таверну мистик флэр не попадает ни к кому команды иммортал продолжает лидировать что ж пока все еще не видно аутов нет каких-то геймчейнджеров явных на 20 минуте преимущества в 11000 это слишком много ну и пока вообще не ясно что делать команды just a squad для того чтобы убираться ситуация разве что под зальют по жесткому сами и мороз там пойдут под фонтан отдадутся в пятером мой после этого понятное дело будут какие-то шансы появляется еще и что плейт свой да очень быстро летает артефакты такое ощущение что сейчас вэлла вместе с фэбби пытаться еще забрать скайм мага если кто-то не пока мы видим что этого не происходит шейка у нас каймага есть отличный про полетели тоже по нему но это минус минус причем очень быстрый пока все довольно легко на металл линии довольно далеко зашел пангольер на него праймал ронс уже использует мастер и это черное убийство для команды просто гуляют просто я не знаю just a squad наглевать наглевать по карте 30 сало и здесь прям совсем не за сказать исполнение и пик должен никого не тут что забирают и можно сутки рошана довольно быстро и миле ну что ж просто взглянуть на network 13000 вой до 7000 успех 3 пока вообще никаких шансов just a squad не получается ясно на что они надеются там уже заняться практически соло может разбираться с каким-нибудь пангольером ну джакер отправлять автоверную дизу верхнюю башню все таки зевсу дружу очередной раз пип а будет макса тригена приходит просто сюда еще образ перед пытаются очень быстро вы темпе и сразу нарезаться делать или портал спасается в этой ситуации совсем немного осталось для того чтобы пробить этого персонажа но что ж не вышло не вышло все еще жив этот парень ждем продолжение центральную башню сил тьмы атакуют вело начало на чьи веса воршот слишком легко приходит правда эмбер вот эмбер будет отцеплять в его было таким что ты может еще и сам отъехать есть пока что юна эмбер спирита но эмбер забирает этот враг вдвоем пробили этого героя ну и плюс 500 для мир спирита примерно та же самая цифра еще и для его тиммейтом для пангольера могут цеплять джакира и просто пока что выжидают как можно больше героев больше информации прекрасно знают монеты ребята из иммортал спебе идет очень далеко получает правда еще и а из вас умирает постижной смертью вот опять же с моумом с аидисом в первую очередь может сейчас попытаться просто пойти попушить ну и ждем ждем продолжения так есть пока еще и неплохая связочка твоим тактику уйти буду пыса проката позиции не страшно отдать т.п. отходит есть миксик флэр должен добить зубу но у фэбер связывает отлично неплохо эмбер спирит пока что еще жив фэбби не может уносить большое количество урона со своего тиммейта фэбби все еще живой и не дамажит его скетч потому что не может попасть даже под сайдж офис сам ну и роя роя идет дальше рой будет пытаться пробивать на галера есть купол купол ставить нет никакого смысла забирают галера богоподобие для игроков с ником рио эмбер спирт улетает отсюда на риминанте 26 минут и по сути пора бы уже сдаться команде за со сквад преимущество закрепим иммортал агоним уже почти сделал зевс слишком тотальный при фарм тотальный аутпик тотальный при фармы для и может смотри сколько летом жакира рио просто мясо это реально больше похоже на избиение команды собравшись верхняя башня сил тимы атакует верхняя башня сил тимы разрушена итак ну что ж двадцать седьмая минуты игры 11 26 16 преимущество здесь продолжает свирьи обставать вообще просто давать я сейчас открою нам вот эту статистику и просто гляньте ну вот мне предметы спектры радианс аквила и пт и вот предметы феста свой да май штром агоним москов мэднес бкб ригов аквила и пт плюс 2-3 слота ладно очередная драка забирает здесь уже получается двоих и войт продолжает убивать цех оппонентов но даже не пробили даже не пробили на пару хитфоинтов здесь никого из команды иммортал с и драка выиграна 4 в ноль плюс две тысячи еще для иммортал с иммортал с начинают слушать пока еще не делался подняли поднялся для объем даже пангольер пангольер нужно забирать еще и мастера покажет остаться вопросом без пытается уйти без пытается уйти он пытается регениться может поднять себя в юлы получить в лицо аркейн болт снова не умереть передайте при генеции просто напросто дайте хиграунд такая стратегия нижнюю башню сил света атакуют центральную башню сил света атакуют и генерации забирается фу ну и команды иммортал с действительно может далее продолжить и попытки пушина еще не зашли на хиграунд очень странно самом деле могли бы потом заниматься но пока довольно таки быстро возрождаются оппоненты ну чтож подождать всех ультимейтов подраться пятером просто пойти испушить на самом деле команды можно сейчас лучший вариант сложно-сложно дается эта игра но сложно только для кого для команды just a squad ребята из иммортал следирует на 24000 золото на 31 минуте что ж все будет заканчиваться появлением врачей на мастера забирать джакира так ощущение что just a squad просто играет в эту игру я не знаю то что им весело потому что им нечего делать очень не похоже на то что команда just a squad скорее всего это имеется ввиду такой аллегорическое название всего лишь микс всего лишь роднобные люди скажем так но команда just a squad реально люди никогда ничего не слышал и не видел их на профессиональных дот в сцене то есть это то же самое что сейчас возьмут какими топом мэр игроки абсолютно не игравшись друг с другом до этого пройдут какие-то квалы и понятно дело ничего дальше не займут но опять же микс или и казалось что подобное что вот выиграли в наве далее никаких никаких результатов не было ты уверен что если прошли ребята из их рая пробивается прям таки под мумом выедает святыню ребят из имморталс ждем продолжения из беретера фона и порталс и 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 Сразу разбивает Смоук, видит Бангольера. Что делает этот парень? Это очень интересный момент. Застыл, конечно, в куполе прямо-таки сверху, но его вот все равно забирает бестмастер. Должен таким таблим тоже. Опять же забрать своего оппонента. Ну, минус два. Минус два в использовании... Боже, подождите-ка. По-моему, они просто рофлят. Противники отлились, говорят. Ага. Это сплитпуш. Но можно будет похвастаться хотя бы тем, что снесули два тавра в команде иммортал с этим парням. До сих пор, на самом деле, странно, как они... Как в джастер-сквад левиапанов играли. Нижняя башня сил тьмы разрушена. Центральную башню сил света атакуют. Роя продолжает просто бить тавр. Роя ничего не страшно. У него 23 яйца армора. И то, это все под момом. Просто ломают бараки. Ребят, яйца иммортал. Крипы в это время уже разбираются так же еще и на топе. Кстати, забавно, что крипесами зашли. Потопу уже далеко. Роя получает ультимейт. От скаймага и не добили пока что барак. Ребят, из команды иммортал нужно добить его срочно. Фэбби, можно даже суициднуться, но этот барак добить. Барак. Будете падать. 30 хп. Одна тычка. Все забрали. Убили Эмбера. Убили также еще и Пангольера. Они умирают. И вот сейчас нужно будет выбить их байбэк. Блокимбар прожимает Войт. Войт тоже, насколько я понял, байбэкнулся. Нет, нет, даже байбэкнулся. Войт каким-то образом выжил в том моменте. Что-то пропустил, но да, реально. У него есть бэктрек, и я так понимаю, бэктрек его спас. Что ж, Спектрал Даггер по Сайлендзеру в это время полетел. Дубу просто может отсюда спокойно отойти, но даже нет в этом никакого смысла. Префарм слишком велик. Просто заходим на хиграун, ломаем, ребята. Должен сейчас сказать... Войт-байбэк. Ну так они и делают. 43 секунды без войт-бэка Покалер. Находится в таверне. Там. Забирают. Ката из команды Иммортал все равно. Ну, ГГ, наконец-то. Наконец-то, ГГ. Не понимаю, зачем столько тянуть. Мы можем просто открыть графики и понимать, почему я вообще не сперзнулся. Вот. Вот здесь было все уже ясно. Окей, если здесь не ясно, то вот здесь ясно. Как бы прям совсем без вариантов на самом деле. На 30-й минуте имеет преимущество 15 тысяч золота. И против пика, который супер жадный. И который ничего не может сделать практически без. Хорошие кипы. Ну, ничего уж, сори. Не поделаешь. Ладно, друзья. Все же пофанили. Самую малость. Ребята из Justice Squad. Иммортал. Я думаю, что тоже получили от этой игры удовольствие. Поставлю лайк, наверное, именно... Тут нельзя сказать, что это лучший игрок. Пускай будет Рой и Рио. Рио все же сломал там абсолютно все. Ладно, друзья.